В Челябинске обсуждают итоги визита Владимира Путина. Накануне глава государства побывал в ракетном центре имени Макеева в Миаси и открыл новую производственную площадку на заводе «Этерна». Это совместный проект группы ЧТПЗ и госкорпорации «Роснано». Трубы здесь изготавливают по нанотехнологиям. Почему они прочнее западных и как глава государства устроил личную жизнь одного из сотрудников завода? В репортаже Анастасии Плотниковой. Температура за этой печной заслонкой – 1100 градусов. Раскаленную докрасна деталь, словно пирог из гигантской духовки на противне, достают и отправляют под пресс, пока не остыло. Такой без преувеличения жаркий трюк работники завода «Этерна» проделывают по несколько десятков раз в сутки. Один из главных и самых зрелищных этапов создания тройника для трубы показывают Владимиру Путину. Президент России не просто осматривает, открывает новую производственную линию завода «Этерна». Продукция предприятия, отводы, переходники, тройники – словом, то, без чего не может работать ни один газопровод. Раньше детали привозили из-за границы, теперь их будут делать в Челябинске. Импортозамещение, на которое нужно равняться, отмечает Путин. На заводе подчеркивают наши детали не только дешевле, но и долговечнее западных. Ведь при создании шва трубы используют уникальную технологию, разработанную в Роснано. Суперпрочные частицы добавляют во время сварки стыков. Использование нано-шва, безусловно, обеспечит долговечность и временную надежность, в первую очередь потому, что в сварном шве будет однородная мелкодисперсная структура, в которой в процессе длительной эксплуатации не будет претерпевать никаких изменений. Трубы ЧТПЗ с деталями «Этерна» проложат по дну Балтийского моря и будут использовать в условиях вечной мерзлоты. На предприятии готовы поручиться давление под водой, низкие температуры, даже землетрясения челябинским трубам не страшны. «Северный поток-2» – один из крупнейших международных проектов. Для строительства этого магистрального газопровода через Германию, Россию, Балтийское море ЧТПЗ отгружает трубы. Президент заверил, несмотря на политические передряги, будущее у проекта есть, а значит, без заказов ЧТПЗ и «Этерна» не останутся. У меня нет больших сомнений в том, что этот проект будет реализован. Конечно, когда кто-то противодействует, всегда возникают элементы неопределённости, что плохо для бизнеса. Но нужно идти вперёд. Как видите, «Газпром», несмотря на все эти сложности, уже осуществляет заказы продукции, трубы заказывает. Так что я думаю, что те, кто заинтересован в реализации проекта, а это не только мы, это прежде всего потенциальные покупатели в Европе, они доведут это дело до конца. Путину рассказывают ЧТПЗ – завод, который разрушает стереотипы. Белая металлургия – это философия предприятия, отражается и во внешнем виде сотрудников. Люди работают исключительно в белоснежной форме. Цех – 30 гектаров. Это 43 футбольных поля. Больше напоминает галерею современного искусства с причудливыми инсталляциями. Это просто такой завод-красавец. Наверное, вы видели, челябинцы знают. Смотрится блестяще. Но это не только сверхсовременная технология, это ещё и социальная сторона дела, работающая там. Это особый настрой, особая категория. И действительно, для сотрудников ЧТПЗ и завода «Этерна» работает служебный спортзал. Курение на территории запрещено, а утро сотрудников начинается с алкотестера. Путин считает такой опыт позитивным. Надо бы, кстати, ввести вот эту проверку на алкотестер. Я, пожалуй, в администрацию и в правительстве тоже надо ввести. Хуже не будет точно. Те, чьё дело труба, говорят с президентом и на очень личные темы. Путин отвечает взаимностью. С челябинцами делится своей мечтой – успешно завершить карьеру и отправиться путешествовать. Во время беседы президент, сам того не подозревая, устраивает личную жизнь Алексея Трофимова. Если честно, времени на учёбу и работу не всегда хватает, не говоря уже о личной жизни. Владимир Владимирович, а как вам удается всё выступать? Такой симпатичный молодой человек, и времени не хватает. Как же так? А как вам удается всё успевать, и какой секрет вашей хорошей формы? Откуда вы знаете, что я всё успеваю? Ну, вам видно. Вы знаете, я давно заметил, и думаю, что и вы это знаете. Просто стесняетесь об этом сказать пока. Чем больше их делаешь, тем больше успеваешь. А личной жизнью вы должны заниматься обязательно. Жениться надо, детишек надо. После совета президента Алексей обещает жениться на своей девушке, но только после службы в армии. Федеральные СМИ уже назвали беседу с челябинцами моментом откровенности на высшем уровне. И участники, и наблюдатели заметили, Путин был предельно искренен и старался максимально развернуто ответить на каждый вопрос. Самым трогательным моментом встречи стала просьба одного из сотрудников ЧТПЗ помочь объяснить его маленькой дочери, кто такой президент. После небольшого раздумья Путин ответил. Это человек, который работает для того, чтобы ты была счастлива. Анастасия Плотникова, Александр Павлов, ОТВ. Работает и живет. Этот приезд Владимира Путина в Челябинск стал юбилейным, уже десятым по счету. Запоминающимися были не все. Мы составили топ-5 самых памятных визитов президента страны на Южный Урал. Май 2005 года. Владимир Путин открывает российско-казахстанский форум в Челябинске и заявляет об отмене визового режима с Казахстаном. Июль 2010 года. Премьер-министр Владимир Путин запускает крупнейший инвестиционный проект в белой металлургии цех «Высота-239». Июль 2011 года. Владимир Путин запускает в Магнитогорске первую очередь прокатного стана 2000. Февраль 2012 года. Премьер-министр Владимир Путин посещает угольный разрез Коркинский, общается с жителями поселка Роза и поручает их расселить. Август 2014 года. Владимир Путин приезжает в Челябинск на закрытие чемпионата мира по дзюдо. Наши борцы завоевали три серебряных и шесть бронзовых медалей.